Приветствую вас, аноним. Давайте разберём вопрос, который вы задаёте. В первую очередь хочется сказать следующее, что сама направленность вашего вопроса вызывает некоторые сомнения, потому что дело в том, что мы не можем гадать о том, что движет мужчины, например. Мы можем только про вас, условно говоря, поговорить. Мы можем только про вас пообщаться и мы можем только с вами выяснить вот эту ситуацию, значит, почему вы находитесь вот в таких отношениях и почему вы по факту терпите вот такое к себе отношение. То есть когда человек по сути ничего такого вот прям конкретного не проявляет по отношению к вам, а по сути только играет, только дразнит и так далее. Вот. То есть вы сами, получается, соглашаетесь на такие отношения, где есть вот, ну, только переписка по сути. Для этого я принесла. Вы же вместо того, чтобы забраться в себе и вместо того, чтобы поисследовать в себя своё отношение, вот, может быть, может быть, свои желания. Вот. Вы вместо этого пытаетесь человека понять. Ну, пытаться понять человека, делаю очень благодарное. Вот. По причине того, что человек сам себя не понимает, вы его, соответственно, понять тоже, скорее всего, скорее всего, не сможете. Вот. И это очень, очень важный момент, на самом деле. Вот. Очень важный момент. Вот то, что вы, как бы, получается, зависите от, ну, полностью или дистично вы зависите от того, что, делает, вот, в данном случае, что делает человек, как он ведёт себя, вот, к сожалению. И вы не знаете, как вам действовать дальше. Это тоже очень большая, на мой взгляд, проблема, потому что, ну, просто всё это приводит к вашей зависимости, к вашей зависимости от человека. Вот. Что касается, собственно, вот, самой этой ситуации, да, что касается самой этой вот, самого этого момента, то мы можем только гадать, вот. Вот. Я думаю, что мужчине с вами удобно, я думаю, что мужчина последует какую-то свою цель, я думаю, что человек, человеку просто, человеку просто не нужно что-либо менять, да, ему просто, ну, просто не интересно что-то менять. Вот. У него нет какой-то вот такой, если угодно, если можно так выразиться. У него нет мотивации, да, у него нет мотивации что-либо корректировать в своём поведении, да, у него нет мотивации что-либо менять в себе, в том числе, вот, как раз. По отношению к вам. И, наверное, это, наверное, является такой вот самой, возможно, большой проблемой на данный момент, что вы человек, по сути, не мотивируйте на то, чтобы что-то для вас делать, на то, чтобы что-то менять, вот, для, ну, для вас, для вас или просто менять что-то, вот, вы не мотивируете человека, и, на мой взгляд, это очень, это большая проблема, большая, большая трудность, на мой взгляд. Вот, можно ли это корректировать? Да, можно, если вы более активно будете продвигать свои интересы, если вы более активно будете заявлять на что-то, что вы хотите, вот, если вы не будете поддерживать тот формат общения, который вас не устраивает, если вы не будете, скажем так, подкреплять за человеком, его вот такую вот направленность на общение по переписке, скажем так. Вот, в противном случае, если вы будете это делать, ну, никакой мотивации что-либо менять у мужчины просто-напросто не будет, вот, и он будет, если бы так, конечно, когда-нибудь может он и созреть, но, когда это будет, и готовы ли вы, ну, ждать этого момента, и сколько ждать вам потребуется, это, конечно, очень такой большой и серьезный вопрос. Вот, 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 вот. Это, это, это проблема, значимости партнера для вас. Это, это проблема, восприятие партнера, вам, да, ну, насколько получается партнер вам ценен и важно, что вы, ну, по сути, цепляетесь в него и готовы вот все эти вещи не совсем приятные терпеть. Это вопрос вашей самооценки, это вопрос вашего отношения к своим интересам, да, к тому вот собственно как вы привыкли их продвигать, да. Как вы выстраиваете отношения с мужчинами вообще. Если здесь есть сложности какие-то, то это можно скорректировать. Ну и потребностная сфера тоже важна, чего вы хотите в отношениях, чего вы хотите от мужчин, все это безусловно очень важная история, на которую нужно обратить внимание, потому что, потому что вот это очень сильно может влиять на ваше поведение, на ваше, ну могу как вы в целом себя позиционируете в отношениях и самое главное вот увидеть, увидеть момент, связанный с дискредитированием, то есть чтобы вы себя не дискредитировали, вот, чтобы мужчина уважал вас. Ну это все, надеюсь, что помог, желаю всего самого доброго, удачи, надеюсь, что ситуация разрешится. Субтитры сделал DimaTorzok